МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До финального этапа Кубка мира по биатлону совсем не за горами. Последние репетиции подготовки Тюменского стадиона к этому событию стали гонки чемпионата страны. Круче, чем в Хенчхяне, областной центр в очередной раз встретил участников фестиваля Big Air, в том числе прилетевших в Сибирь сразу с Олимпийских игр. Верим в команду. Эту традиционную кричалку болельщики хоккейного рубина постарались воплотить в жизни, тепло проводив команду в отпуск. Пусть даже очень преждевременно. Последний день Олимпийских игр в Пхенчхяне мы запомним надолго. Спустя 26 лет сборная России вернула себе олимпийское золото. Критиков этого события и у нас в стране, и за рубежом хватает. Но все же этот воскресный день для страны стал праздником. Как сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, кто победил в хоккее, тот и выиграл Олимпиаду. Хапризов. Гусев. Хапризов. Эти ребята сделали нас олимпийскими чемпионами. Россия! Россия! Да! 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 Это голодом! Да! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Молодцы, ребята! Россия первая! Одним из тех, кто все эти дни находился в Пхенчхане, был главный редактор Тюменской арены Дмитрий Рыбьяков. Успехи наших спортсменов произошли на его глазах, а обилие нашей национальной символики на трибунах всегда радовало глаз. Море, просто море флагов российских. Болельщики восполнили то, что нам нельзя было спортсменам делать. Пожалуйста, получите море российских флагов на трибунах. И там сложно было режиссером трансляции работать. Почему сложно? Немецких болельщиков в финале было, наверное, раз в 20 меньше, чем российских. Я говорю, попробуйте какой-нибудь немецкого фаната выдернуть очень быстро в перебивке, в то время как российских море болельщиков и все практически с российскими флагами. Резерв у России колоссальный. Нужно его правильно использовать. Вот здесь я еще раз скажу, что лыжные гонки федерации должны стать примером для многих других федераций. Если сравнить по организации Сочи, ну Сочи даже нельзя сравнить, потому что это небо и земля. Сочи это очень-очень высоко. Это планка, которую, думаю, что, ну сегодня вряд ли какая-то страна по организации Олимпиады сможет достичь. Мишанина не всегда идет во вред, особенно, когда дело касается биатлона. Долгое время мужские и женские старты в программе соревнований соседствовали, но не пересекались. Пока кому-то не пришла в голову светлая идея сделать смешанную эстафету, где первые два этапа бегут представители прекрасного пола, а вторую – сильного. Дисциплина прижилась, а после появился еще и одиночный микс. Именно со смешанными эстафетами россияне связывали надежды на Олимпиаде. Не срослось. Зато в Тюменском центре «Жемчужной Сибири» в минувшие выходные в этих видах определились чемпионы России. В классическом столкновении мужчин и женщин случилось то, что увидеть доводится нечасто. Весь пьедестал почета заняли сразу три команды из одного региона. Постарались югорчане. Да, у нас действительно очень сильная команда, и за эстафету еще нужно побороться, чтобы попасть. Даже если ты приехал с международных соревнований. Конечно, это очень интересно, и это способствует развитию спортсменов внутри команды, когда такая высокая конкуренция именно внутри региона. Решающий вклад в золотой успех Дарьи Веролайнин, Анастасии Морозовой и Семена Сучилова внес бежавший третий этап Никита Поршнев. Оказалось, что мотивацию ему придали олимпийские лыжники сборной России, поднявшие на уши спортивный мир своим впечатляющим перформансом в Пхенчхане. Я, конечно же, как лыжник, как бывший, точнее, можно сказать, сейчас, ну, и биатлонист. Поэтому я, конечно, слежу за лыжами, и за лыжными гонками, и за биатлоном. Очень рад за феноменальное выступление наших лыжников. Вообще большие молодцы. Очень рад, что и такая молодежь, и на самом деле это как-то вдохновляет даже нас, в том плане, что раз они борются на таком уровне, могут бороться, значит и мы тоже. Не отставали и юниоры. Где молодежь, там всегда драйв и желание бороться до конца. Сборная Удмуртии умудрилась выиграть первенство России даже со штрафным кругом, постепенно ликвидировав отставание, а на финише оказавшись в гордом одиночестве. Да, наша команда была сегодня сильна ногами, поэтому даже ошибки в стрельбе не позволили нам проиграть. Серебряную медаль выиграла сборная Тюменской области. Ее финишером был Ильянов Апашин. Еще год назад он брал медали первенства мира в составе сборной России. Ничего у меня не получается, как бы ровных результатов. Либо я добавляю в стрельбе, могу прийти без штрафа, либо ухожу в другую крайность, как бы бегу быстро, а в стрельбе теряюсь. На следующий день спортсмены бежали одиночный микс. Дисциплина еще более динамичная. Не успел стартовать, стрельба лежа. После стойки тут же передача эстафеты. Работать дуэты должны синхронно, как часы. Решалось все, само собой, на последнем огневом рубеже. Крепче других нервы оказались у опытного красноярского спортсмена Сергея Коростылева. На дистанции Наташа мне Гербулова передала лидером. Я лежа пришел, три дополнительных. Я думал, все, подвел ее. Но с той удалось быстро, четко справиться. И потерпел последний кружок. Казалось, что шанс достать Коростылева был у новосибирца Григория Чубина. Но для этого надо было точно стрелять решающую стойку. А пока Чубин брал доп. патроны, Коростылев успел оторваться. К сожалению, уже годняка был настолько велик, что мы... Ну просто... Если бы я был бы Мартеном Фуркадом, я бы смог бы его догнать. А так я его не смог догнать. К сожалению, я не Мартен Фуркад. Если Коростылев на международных стартах отмечался уже не раз, то Наталью Гербулову к 23 годам болельщики успели позабыть. А ведь когда-то она считалась одной из самых перспективных юниорок страны. Но пробиться наверх невероятно тяжело. Вообще у нас в России очень сильная конкуренция. И любая из 20-ки, которая... Ну в топ-20-ки, любая может поехать на тот же этап Кубка IBU. Просто... И тогда нету возможности и сил отобраться именно на отборочных стартах туда. Не считая сборников, основная масса участников тюменских стартов переезжает в Новосибирск. Здесь в начале марта в рамках чемпионата России состоятся командные и патрульные гонки. Плюс продолжится борьба за Кубок страны. Зачем для самой красивой набережной Сибири заготовили 800 кубометров снега? Почему участник Олимпийских игр Никита Автанеев из Пьончхяна прилетел не домой в столицу, а в Тюмень? Как Владимир Путин помогает сноубордистам во время соревнований? Ответы на эти вопросы мы постараемся дать в следующем сюжете. Второй год подряд единственная четырехъярусная набережная России превращается в сложнейший спортивный объект. А именно в трамплин для сноубордистов, которые слетаются в Тюмень для того, чтобы разделить между собой призовой фонд фестиваля «Битва на туре» в рамках этапа Кубка страны. Удивительно здесь и то, что спот, место приземления, находится на льду реки. Подобного в стране нет нигде. А у нас ноу-хау стало возможным благодаря креативным ребятам местного союза экстремальных видов спорта и неравнодушных к активному отдыху руководителей департаментов. Каркас деревянный, он ставится на сваи винтовые, которые мы в дно реки вкручивали для усиления. Также лед мы наливали, набирали толщину. Это не было вынуждено, но мы решили для безопасности все-таки набрать побольше его. Дальше уже металлокаркас, леса, чашечные, их мы везли из Екатеринбурга. Дальше уже мы перекрывали все фанерой и оснижали. В районе 800 кубов снега мы сюда завезли. Это круто, что вообще такое мероприятие проводится и оно дает такую энергию, драйв, при которой круто кататься. То есть крутые райдеры, крутая музыка, крутая атмосфера, люди поддерживают, стоят. Я думаю, это дает очень большой толчок к тюменскому сноуборду. Призовой фонд тюменских состязаний – 100 тысяч рублей. Сумма по меркам остальных этапов Кубка страны немаленькая. А потому побороться за нее, посмотреть на первый город Сибири и встретиться с единомышленниками на набережной Тюмени собралось больше 20 райдеров. В Тюмени я второй раз, если честно. Поэтому особо еще не успел где-то побывать, посмотреть достопримечательность. Именно вот где-то вот здесь и в центре был, и все. И где-то мы ночью, я помню, катались по каким-то клубам, и все. На самом деле самое положительное, потому что у вас город такой, ну, обрядный, красивый, то есть, такого европейского вида, то есть, нет мусора на дорогах, дороги хорошие. То есть, в аэропорт прилетаешь, он современный, клевый, то есть, багаж даже быстро выдают. Я это очень удивился. То есть, ну, мне нравится в Тюмени. А Тюмени нравится, когда Никита прилетает в гости. Ведь на его примере местные сноубордисты растут в классе в геометрической прогрессии. Так как здесь, на набережной, в перерыве между попытками, можно обсудить технику трюков и даже разобраться в причинах, которые не позволили Автонееву пройти классификацию в хавпайпе в Южной Корее. Была ошибка в середине программы на самом простом трюке. То есть, я даже не знаю, что случилось. Я этот трюк там 100 из 100 уезжаю, и вот, не знаю, может быть, недостаточно внимания и концентрации уделил именно ему, потому что он был самый простой. И на нем у меня произошла ошибка, и вследствие чего я дальше не смог осуществить свою полную программу. Теперь результаты Никиты резко улучшатся. Нет, запрещенные препараты он употреблять не стал. Слегка модернизировал свою доску. Сноуборд обрел новый дизайн, который оценят все соперники как на российской, так и международной арене. Это просто наклейка, то есть, идея появилась вчера. Я подумал, что, может быть, портрет Владимира Владимировича будет давать мне какой-то дополнительной мотивации и энергии в моих попытках. То есть, такой хоп, стоишь на разгонке и посмотрел на него такой, подумал, надо сделать все хорошо. Проверить, поможет ли глава государства Никитя в достижении спортивных успехов, можно будет уже на грядущем чемпионате России. В Тюмени же в Бигейре Автанеев стал вторым. Лучший участник Олимпийских игр выступил свердловчанин Антон Мамаев. Замкнул тройку призеров уфимец Константин Геркаев. Вполне возможно, что многих игроков в следующем сезоне в Рубине не будет. Большинство уже отправились в отпуск, который продлится до 2 апреля. Поэтому болельщики не стали упускать возможности увидеться с командой практически в полном составе. Уже на следующий день после игры с Ара-Аркой поклонники сибиряков встретились с хоккеистами в формате без галстуков. А точнее без клюшек и коньков. Спортивный инвентарь остался в раздевалке. А вот хорошее настроение хоккеисты прихватить с собой не забыли. Хотя сложилось оно во многом благодаря отношению к ним самых преданных фанатов. Мне тут безусловно понравилось и город, и болельщики, и атмосфера хоккейная. Конечно, у нас не получилось. Не выполнили мы тех задач, которые на нас возлагались, к сожалению. Ну так, конечно, все очень понравилось. Все крупные болельщики, такой теплый прием даже. Вот нас сейчас так очень тепло болельщики провожают. Хотя не закидывают шапками, а вот так на самом деле тепло. И спасибо им за это. Болельщики отметили каждого хоккеиста индивидуальным сувениром. И составили символическую пятерку по итогам регулярки. В нее вошли голкипер Егор Назаров, защитники Виталий Зотов и Александр Родионов, а также форварды – Денис Давыдов, Вадим Кравченко, Виталий Жиликов. Тех, кого в ней не оказалось, удостоились оригинальных дипломов. В частности, Михаил Потякин закрепил за собой звание «Таскатель рояля». Интересная такая номинация. Приятно, что болельщики видят мою проделанную работу. Ну и как-то ее номинируют. По ходу сезона сразу восемь воспитанников местной школы дебютировало в высшей лиге в «Свитере Рубина». Один из них – форвард Сергей Арзамасцев, который в концовке чемпионата застолбил за собой место в четвертой пятерке. Этот год для меня особенный, потому что все-таки дебют – это я считаю, что в карьере каждого спортсмена – это огромный скачок вперед. Хотелось бы сказать большое спасибо, во-первых, болельщикам, что организовали нам такой прекрасный вечер. И, конечно, тренерскому штабу за то, что доверили мне место. Продолжили вечер совместным чаепитием и самовара, выигранного сибиряками на русской классике. Хлопной дверью напоследок удалось хоккеистам Тюменского легиона в заключительных домашних матчах чемпионата МХЛ. Сибиряки принимали одного из лидеров конференции «Восток» – «Стальных Лисов» из Магнитогорска. Интересно, что в последних восьми матчах регулярки подопечные Владимира Гусева отличились лишь семь раз. Однако в этих встречах реабилитировались за голевой простой перед своими болельщиками сполна. Уже в стартовом отрезке хозяева забросили три безответные шайбы. Владимир Гусев сумел таки достучаться до своих подопечных, а главное – легальным способом. Да нет, не Мельдонием пока еще. Ну, некоторым уже, по-моему, надо Мельдонием. Да нет, просто, ну, как бы ребята что, постарались свои моменты использовали, которые создавали. Еще много моментов было. Еще были такие прям, ну, действительно качественные моменты, просто надо забивать. Чем больше, тем лучше надо забивать до конца, чтобы не было вот такой нервотрепки в конце, спокойно играть, да и все. Фундамент для победы заложил Никита Пленкин. Вскоре Михаил Сусликов забросил ювелирную по точности исполнение шайбу. Окончательно почву из-под ног выбил бывший игрок магнитки Григорий Воробьев. Я очень благодарен вообще команде и то, что я здесь сейчас нахожусь. За этот год, можно сказать, немало прибавил и почувствовал все-таки, как нужно играть в хоккей. И, ну, больше доверяли мне здесь. Гостям удалось прибавить во втором периоде. Никита Рожков и Макар Токарев, казалось, переломили ход встречи. Фаворит уже готовился сделать мощный камбэк, однако его надежды разбил Антон Сыбин. Впрочем, интрига жила до последнего. В заключительные 20-ти минутки лисы смогли отличиться дважды. Причем оба раза в меньшинстве. Ребята получили за это сейчас в раздевалке. Конечно, сказали, что так нельзя действовать. Нам такой подарок, можно сказать, на 23 февраля делают. Здесь так ребята с этим большинством уходят играть. Не понимаю некоторых игроков, говорю, действия. Надо просто ответственно относиться в таких минутах и все. Максим Кириллов и Александр Дзедаев частично сменили гнев наставника на милость. Их шайбы все же принесли победу легионерам 6-4. Во многом способствовал этому и голкипер Павел Гущин, который отразил 26 бросков. Игра на самом деле была в моей жизни одна из самых сложных. Да, как бы ребята очень сильно помогли. Они много забили, 6 это достаточно прям, очень хорошо. Ну, свою игру я как бы оцениваю не в высший пилотаж, как я могу. Но команда победила, все здорово. Будем дальше играть. На следующий день подшифные Гусева уступили зеркальным счетом с аналогичным развитием событий. Теперь уже гости забросили три первые шайбы в матче. С ролью догоняющих сибиряки справились неплохо. Голы Эдуарда Чекмарева, Егора Брютова, Сусликова и Дзедаева не позволили команде расклеиться. Но и зацепить очки тоже. Поражение 4-6. Заключительные поединки регулярки кеменцы проведут в гостях против соперников из Казахстана, Алтая и Снежных Барсов. Стереотипы правят сознанием людей тысячи лет. В хоккее Россия вроде бы сильнее Германии. Но, как недавно выяснилось, вовсе не намного. Человек с животом вряд ли спортсмен по своей сути. Хотя не самый стройный Федор Емельяненко годами доказывал куда более атлетичным соперникам, кто на бойцовской арене хозяин. К чему это мы сейчас узнаете. Киберспортсмены большинством обывателей считаются людьми весьма ограниченными. В глазах окружающих компьютер для них символизирует всю жизненную составляющую. Однако оно не совсем так. 23 февраля в Гудвине прошел бой в формате 3х3 в популярнейшую игру World of Tanks. Одними из участников баталии стали парни из военно-патриотической организации Аванпост, которые, в отличие от большинства сверстников, совсем не бегают от армии. В неделю, не знаю, могу раза два поиграть, три. Как свободное время есть, максимум на часа два, на час. Ни больше, ни меньше. То есть нет такого, как у ряда людей, что прям затягивает и там целыми днями. И целый день играть каждый день, до ночи, потом поспать, встать, покушать, умыться и заново играть. Нет такого. По другую сторону от них признанные киберспортсмены. Двукратные чемпионы Тюмени по танковым боям. И, как оказалось, членам команды GGDCP не чуждая и классическая вариация спорта без приставки кибер. Конечно, есть. Я занимаюсь в тренажерном зале, поддерживаю всегда свою форму. Помимо этого я учусь в университете, в строительном. Так что это просто предрассудки полнейшие. Ничего нет, так сказать, действительно. Честно говоря, сразу было понятно, кто здесь явный фаворит. Отдать должное аванпостовцам нужно. Вот только шансы их исчислялись в долях процента. К тому же перед началом битвы каждый преследовал свои локальные задачи. Танки, как бы, сейчас такое движение идет, что киберспорт, он развивается. Но все же киберспортсмены только в компьютерах играют. Как бы, в танк, да, весело, что можно попробовать себя, там, как раньше было в танках разобраться. Как бы, все больше и больше, но познаешь и все отлично получается. Хотя ничему танковому спортивное не чуждо. И здесь случаются сенсации. Дело случая. Как порой бывают сенсации на аренах спортивных, так никто их не отменял и на киберспортивных стадионах. Правда, не в этот раз. Да, без проблем. Тем более, это бой 3 на 3. Тут очень многое зависит от везения. Что один абсолютно удар, бой, выстрел может решить исход боя. Могут повредить боекомплект, например, нам. И все, и мы проиграем. Если бы было больше, допустим, 5 на 5, 7 на 7, тогда бы уже без вариантов было. Танковое событие в Гудвине стало своего рода затравкой к более глобальному событию. В Тюмени с 17 по 18 марта пройдет крутейший киберфестиваль. В программе которого значатся батлы в пяти играх. И призовой фонд тоже внушает уважение. 1 миллион рублей. Так что у всех сомневающихся в нужности киберспорта еще есть меньше месяца. Чтобы поднаторить в компьютерных баталиях. В 2018 году на футбольной карте мира появится новый турнир – Лига нации. В Тюмени решили не отставать от новаторов из УЕФА. И в День защитника Отечества в нефтегазовой столице Сибири состоялся Кубок Дружбы Народов. Подобные соревнования в областном центре уже проходили. Но именно в таком формате состоялись впервые. Русские, азербайджанцы, чуваши, лезгины, ханты, киргизы, дагестанцы, армяне, грузины. Вот список представленных наций на дебютном Кубке Дружбы. Уже впечатляет. И организаторы полагают, что на этом точно не остановятся. Хотя и первый блин комом не вышел. Идея родилась, честно говоря, я вообще с футболом столкнулся с этого турнира. Первый раз, когда я играл в турнире, я и познакомился со своей диаспорой, с своими, так сказать, людьми и с другими диаспорами. И вот этот турнир как бы раз в году нас всех объединял. И мы встречались, играли. И до сих пор, можно сказать, дружим. Но этот турнир уже не проходит три года. И мы решили как бы возобновить эту традицию. Потому что турнир всегда посвящался Красной Армии, победившей фашизм, победившей нашу страну и некоторую часть мира от фашизма. И поэтому мы в этом году решили его возобновить. И также посвятить этот турнир Красной Армии. Здесь все как в профессиональном спорте. Каждой команде можно заявлять по три легионера. И этим правом многие воспользовались. Так дагестанцы порадовали появлением в своих воротах Сергея Локотаева. И в первом же матче экс-голкипер футбольной Тюмени оформил Сухарь. Да, конечно, я отлично сыграл просто на ноль. Такие моменты вытаскивал. Не знаю, думаем, должны выиграть с такой командой. Мы просто сидели и потом как-то узнали про турнир, решили собрать команду. Вот выставились, играли первый матч, это выиграли. Сразу две команды выставили азербайджанцы. Нация, как ни крути, футбольная. И к названиям подошли со всей серьезностью. Один из коллективов выходил на площадку под мелодичным именем «Одлар Юрду», что в переводе означает «Страна огней». Азербайджанская диаспора является одной из самых больших диаспоров Тюмени в Тюменской области и желающих поиграть очень много. Мы одну команду сделали по принципу спортсменов, которые занимаются спортом. А вторая – это любители, которые имеют большой опыт, желание поиграть и поучаствовать в этом турнире. Даже не столько ради победы, а ради участия в турнире. Изначально здесь нет победителей, проигравших. Здесь побеждают все, все победители. Победителем первого Кубка Дружбы Народов в итоге стали лесгины. А следом расположились обе азербайджанские команды. «Одлар Юрду» стала серебряным, а «Невчи» – бронзовым призером. Впереди второй турнир. У нас больше 240 национальностей проживает на территории Тюменской области. Но этот первый стартовый проект у нас обычно всегда проходит летом. Также Мустафа Абасов проводит его в честь Фармана Салманова. Но этот именно посреди лета и зимы, конец зимы, решили провести этот турнир. Обязательно, ежегодно мы будем планировать. И этот проект мы организуем совместно с комсомолом. Я являюсь первым секретарем комсомола Тюменской области. Я думаю, я прямо обещаю всем, он будет ежегодно. И слова явно не должны разойтись с делом. Тем более, курс выбран правильный. Если не на восстановление Советского Союза, то хотя бы равнение на УЕФА. Докажи, что ты готов. Зарегистрируйся на сайте gto.ru. Получи медицинский допуск. Выполни комплекс ГТО в одном из центров тестирования города Тюмени. Получи свой знак отличия. Это был последний сюжет на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин